Здоровый образ жизни и занятия спорта. Вот одно из условий для создания благополучной социальной атмосферы. Кстова город промышленный. На нефтехимическом производстве занята большая часть населения. Именно поэтому создание условий для развития спорта в городе – это важнейшая статья в работе местной городской власти. Не так давно в администрации города и района произошли кардинальные изменения. Вопрос об объединении администраций был решен окончательно. Сегодня горожане беспокоятся, что развитие спорта в Кстове остановится. Дотации в эту отрасль будут значительно урезаны, а мероприятия свернуты. Но, как уверяет исполняющий обязанности главы администрации города Денис Петухов, спорт в городе как был, так и останется одним из приоритетных направлений работы уже нового объединенного органа власти. И никаких изменений в планах не предвидится. Я хотел бы отметить, что те мероприятия, которые у нас предусмотрены, программы развития массовой физкультуры и спорта на предстоящий календарный год, они будут выполнены в полном объеме на 2017 год. Поэтому ни одного мероприятия мы не отменяем. Делаем некоторую корректировку в календарном плане, но все мероприятия у нас пройдут. Кстово – город спорта. В доказательство тому цифры. Около 35 тысяч жителей, а это почти половина населения города, заняты в сфере физической культуры и спорта. В Кстове работают пять больших спортивных учреждений, две детские спортивные школы, школа Олимпийского резерва по самбо, физкультурно-оздоровительный комплекс «Волжский берег» и городской стадион. Активно развиваются 24 вида спорта. На сегодняшний день практически рядом с каждой школой построены современные спортивные площадки. Для любителей экстрима есть стейт-парк – один из лучших в Нижегородской области. С 2009 года и по настоящее время в рамках реализации муниципальной программы развития физической культуры и спорта в городе было проведено 750 спортивных мероприятий. С учетом экономической ситуации очень трудно командировать своих спортсменов на соревнования в другие регионы. А проведение соревнований у нас в городе позволяет нашим спортсменам пройти определенные отборочные процедуры и сдать на определенные нормативы. Они получают спортивный опыт внешних состязаний, не только внутри своего коллектива, а с представителями других регионов. И на сегодняшний момент многие региональные соревнования, они либо отменяются, либо сокращаются. И все больше и больше участников не с Нижегородской области приезжают к нам, на наши городские даже соревнования для того, чтобы получить дополнительный спортивный опыт. Ежегодно в Кстове проходят традиционные массовые состязания, поучаствовать в которых может любой желающий. Кстовская «Пятидесятка», «Лыжня России», «Легкоатлетический пробег» в честь Дня космонавтики и на призы газеты «Маяк». Финансовую и организационную поддержку таким мероприятиям оказывает городская администрация. Популярность массового спорта не ослабевает. Десятки кстовчан, как ветераны спорта, так и юные любители принимают участие в этих соревнованиях, получают и заряд бодрости, и здоровье. Если «Лыжня России» и Кстовская «Пятидесятка» проводятся, как правило, в лесном массиве и в городе, то «Легкоатлетические пробеги» на городском стадионе. В последнее время кстовский стадион заметно преобразился. Теперь это современный и красивый объект. Футбольное поле стало образцовым, а специальное покрытие беговых дорожек позволяет кстовским легкоатлетам тренироваться с удовольствием. Учреждение находится в ведении город-администрации, и не так давно, благодаря ее поддержке, на стадионе состоялось открытие нового спортсооружения. У нас открыта новая площадка, кроссфитовская. Это тоже молодежное такое направление. Оно больше направлено на уличный атлетичный спорт, не требующих особых финансовых затрат для его участников, для спортсменов. Поэтому развивать надо стадион именно для того, чтобы там развивались летние виды спорта. Сезонность надо учитывать. И кроме того, в этом году на Кстовском городском стадионе мы планируем размещение нового мини-футбольного поля с искусственным покрытием. То есть то поле, которое у нас сейчас есть, основное на стадионе, оно у нас считается одним из лучших в Нижегородской области. И к нам даже приезжают спортсмены с самого областного центра для проведения своих тренировочных сборов. Поэтому уход за ним особый. Не всегда мы даже разрешаем к старчанам просто прийти и поиграть на стадионе. Потому что все равно надо учитывать, что это профессиональное поле и уровень уже совсем другой. Но мини-футбольное поле, запасное, тренировочное, которое позволит прийти и в любой момент поиграть, оно будет. И, надеемся, к концу года мы эту программу выполним. В общем, в отделе была огромная большая работа на стадионе. Ну, я не буду перечислять. Люди приходят и видят, сами смотрят и оценивают. В прошлом году у нас тренировали, приезжали с Москвы спортсмены-футболисты. В позапрошлом году тренировалась Нижегородская Волга, тренировалась здесь, на нашей поляне. Когда здесь прошли соревнования, были под флагом добра, где выступали звезды эстрады и выступали правительства Нижегородской области, министерства. Здесь народу впервые, я за столько работы был, 4,5 тысячи народу. Представляете, сколько было народу? Вообще. И понравилось футбольное поле замгубернатора Сватковского. И вот когда и министру понравился, вот сюда была направлена команда Волга. Она два года назад тренировалась с командой Волга. Стадион работы в Лугодичном зимой у нас здесь мы заливаем лед. У нас здесь тоже достаточно, народу очень много. Достаточно. Ну, я хочу сказать, и лед у нас очень неплохого качества. Приезжает к нам Нижегородцы сюда, да, к Ставчане приходят, и многие отмечают, что лед у нас достаточно такой хороший. Такой условий мы делаем, условий должен создавать для того, чтобы людям было приятно прийти. Еще одним важнейшим спортивным объектом не только города, но и, пожалуй, всего района является ФОК «Волжский берег». Его открытие состоялось в январе 2014 года. ФОК пользуется такой популярностью среди к Ставчан, что не первый год общественность поднимает вопрос о строительстве второго. В день это учреждение посвящает порядка двух тысяч человек. На содержание ФОКа городская администрация ежегодно выделяет 30 миллионов рублей. При этом задачи окупать себя перед ФОКом не стоит. В числе основных достоинств Волжского берега социальные тарифы. У 15 категорий граждан, детей, пенсионеров есть возможность заниматься бесплатно. Главная задача комплекса – оздоровление населения и развитие массового спорта. В этом году ФОК получил лицензию на образовательную деятельность. ФОК дал большой скачок к развитию спорта. Это в первую очередь те виды спорта, которые раньше не было тех условий, которые сейчас появились. Это в первую очередь игровые виды спорта – баскетбол, волейбол, мини-футбол. Конечно же, это те виды спорта, которые связаны со льдом, это хоккей, это фигурное катание. Появился хороший тренажерный зал, появился бассейн, который тоже очень востребован и очень динамично у нас сейчас развивается и плавание, и водное поло – новый вид спорта. Поэтому, наверное, столицу ФОКа – это большой, хороший скачок развития общей физкультурного движения в городе Кстово. Благодаря открытию ФОКа у Кстово появилась еще одна площадка для проведения соревнований высокого уровня. В этом учебном году физкультурно-оздоровительный ФОК, наш объект, попал во Всероссийский реестр спортивных объектов. То есть мы прошли лицензирование как спортивный объект. Мы сейчас можем проводить соревнования любого, даже всероссийского уровня. Ну и вот с учетом того, что у нас очень интенсивно развивается, как я сказал, игровые виды спорта, волейбол, баскетбол, в этом году мы уже впервые принимали соревнования всероссийского уровня. Это в начале, мы в январе принимали баскетбол. У нас был полуфинал, первенство России по баскетболу среди юношей 2003-2004 года рождения. Мальчики и наши ребята заняли второе место и попали в финал. Впервые такое, значит, это не только для города Кстова очень значимо, они представляли честь Нижегородской области. То есть единственная команда, которая выступала на финале России, который проходил в Севастополе. Ну и вот буквально в мае месяце мы проводили всероссийские соревнования по волейболу среди девочек. У нас очень хорошо развит. Сейчас развивается волейбол среди девочек. Очень хорошие девчонки растут и выступили очень удачно, заняли второе место. В планах ФОК «Волжский берег» в этом году обновить спортивное оборудование. Городская администрация такие инициативы поддерживает. Администрация города Кстова оказывает финансовую поддержку в виде субсидий некоммерческим организациям, спортивным клубам и федерациям. Ну, в основном финансирование идет на приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования и командирование на вышестоящие соревнования областного, всероссийского и международного уровня. В числе недавно принятых город-администрации учреждений Кстовская шахматная школа, в далеком 1980 году она начиналась с нуля. К счастью, созданием школы занимался настоящий энтузиаст Виктор Васильевич Рахвалов. Он же и стал ее бессменным руководителем. В 2007 году школа получила сертификат признания Международной шахматной федерации, а имя Виктора Васильевича было занесено золотыми буквами в Книгу Почета Фиде. За время своего существования Кстовская шахматная школа подготовила одного международного гроссмейстера, четырех международных мастеров спорта, десять мастеров Фиде и более ста кандидатов в мастера спорта. Сегодня в школе занимается около семисот десяти воспитанников. Результаты по-прежнему высокие. Периодически кстовские шахматисты оказываются в числе призеров международных соревнований. В этом году у школы появится новый микроавтобус. «Нам, значит, администрация, я думаю, в ближайшее время будет и закупает автобус 12-ти местный для того, чтобы наши ребята ездили, значит, на соревнования в город Нижний Новгород, в котором наши ребята участвуют в течение года, значит, в 22 соревнованиях. Это, конечно, большой подспорь, потому что заказывать автобус будет очень дорого, а здесь мы имеем возможность на своем автобусе, если, значит, он у нас будет, постоянно выезжать на все соревнования. То есть все 22 соревнования мы сможем участвовать в них». Кстова растет и развивается, строятся новые дома, подрастает молодое поколение. Каким бы маленьким ни был наш город, он вписан в историю нашей страны. А ведь спортивные успехи – это то, чем мы гордились и будем гордиться всегда. Возможно, среди юных ставчан, кто сегодня впервые взял в руки мяч или встал на коньке, окажутся те, кто прославит наш город и нашу страну в будущем.